Ты знаешь, мы бы тебе ничего не говорили, мы бы вообще к тебе не обращались бы с вопросами милосердия или наказания, если бы ты всегда был таким милосердным. Но почему-то твое милосердие просыпается только тогда, когда вопрос касается твоих родственников, членов твоей вот этой грязной команды, крашной, своих родственников миловать, а не родственников казнить. Это является несправедливостью. Это увлечение Кадырова мне нравится, и я даже обещаю ему, если он целиком и полностью уйдет в вайны, я не пойду за ним в вайны и не буду там его критиковать и снимать там на него какие-то диссы, вайны как-то критикующие его снимать не буду, я оставлю его в покое. Рамзан Кадыров сделал, до этого он выступал там где-то в горах перед своей публикой, своими единомышленниками, и он там удивительно в каком-то таком милосердном ключе выступил, давайте послушаем его. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Понятно, да? У него прям в нем проснулось милосердие. Он говорит, что пророк, мир ему и славяне Аллаха, прощал тех, кто там чуть ли убили его дядю Хамзу, да будет довольным Аллах. Что людей, он говорит, надо прощать. А вы, говорит, хотите, чтобы я там типа всех наказывал, казнил? Ну как, он говорит, людей же нужно прощать. Нельзя, говорит, их постоянно наказывать и казнить. Ты знаешь, мы бы тебе ничего не говорили, мы бы вообще к тебе не обращались бы с вопросами милосердия там или наказания, если бы ты всегда был таким милосердным. Но почему-то твое милосердие просыпается только тогда, когда вопрос касается твоих родственников, членов твоей вот этой грязной команды, карашной. Только тогда просыпается в тебе милосердный Рамзан. До этого ты просто шашкой машешь, всех рубишь. А как только вопрос касается твоего двоюродного брата, Ибрагимова Турпалали по кличке Быстрый, тут в тебе проснулось милосердие. До этого, до этого человек из Ачхаймартана совершил ДТП, в котором сам погиб, сам тоже погиб, уже сам себя наказал человек, понимаешь, убил. По его вине погибли там шесть человек, но он тоже погиб, он уже получил наказание за это. Но ты мало того, что на этом не угомонился, не успокоился, в тебе не проснулось вот это милосердие. Ты вместо этого всю фамилию Хаджаевых изгнал из республики. Всю фамилию. Но когда то же самое сделал твой двоюродный брат, но при этом сам не погиб, при этом сам не понес наказание, убил молодую семью, тогда ты почему-то простил его. В тебе проснулось милосердие. До этого буквально ты говоришь о нарушителях ПДД, ты говоришь следующее. Обратите внимание, он называет скорость, он говорит 100 км в час, если он едет, он говорит, развивается, типа, он там едет, там где не разрешено, он едет 100, он же виноват, говорит. Это умышленное убийство, он говорит, перед Аллахом, перед людьми. Обратите внимание, 100 км в час, он сам называет. Их нужно, он говорит, сажать. Они будут понимать, когда их мы будем сажать, понимаете, здесь у него нет милосердия. Но его двоюродный брат, он совершил ДТП, и там он тоже, Кадыров, там тоже называет эту же скорость. Он говорит, якобы оправдывая своего двоюродного брата, он говорит, что он ехал по левой полосе, а тот, который ехал 40 км в час на семерке, он должен был, говорит, вправо ехать, а не в левой. А в левой, говорит, конечно, он едет 100 км в час про своего двоюродного брата. Он едет 100 км в час, и когда он, говорит, врезается в эту семерку, конечно, он, говорит, их убьет. До этого он говорит, что 100 км в час тот, кто едет, он совершает предумышленное убийство. Он виноват, говорит, перед Аллахом, перед народом. Их нужно, говорит, сажать, наказывать. А тут, когда его двоюродный брат делает то же самое, причем, по словам Кадырова, он едет 100 км в час, хотя мы прекрасно понимаем, что ехал он там не 100, гораздо больше. Но тут он его великодушно прощает. И двоюродный брат Кадырова даже не лишается своей должности, должности главы Шалинского района. Ничего не постигло его двоюродного брата. У Кадырова включилось милосердие. У Кадырова не включалось милосердие, когда они казнили 27 парней в здании 2-го полка, когда они их надевали, перетягивали им шею канатами, душили их, чтобы не пачкать кровью свое помещение. Одного застрелили, увидели, что кровью пачкают помещение, дальше начали их душить. У него тогда милосердие не включилось. Он не говорит, что человек может раскаяться, что его мог бес попутать, что должна быть возможность для раскаяния, для исправления. Он там об этом не подумал. Он их просто казнил, 27 человек. Он не подумал об этом, когда убили Хазира и Жиева. Он не подумал, что человек может исправиться. Когда убивали Турпола и Сраилова, он об этом не подумал. Когда убивали Рамзана Адаева, работника в СИН, кстати говоря, тоже об этом не подумал. Не было тогда милосердного Рамзана Кадырова. Но когда сейчас опять нужно было наказать Ислама Кадырова, который пытал электрошокером женщин, оскорблял их, материл, ругал, запугивал, тут он опять, у него включилось милосердие. Вот это вот милосердие, если бы оно у тебя, Кадыров, включалось бы не тогда, когда дело касается твоих родственников, а если бы ты был бы ко всем людям таким же милосердным, мы бы тебе не говорили, кого бы это не было наказывать. У нас бы не было к тебе тогда этих претензий. Но мы недовольны таким милосердием, которое включается только в отношении твоих родственников. И мы поэтому требуем, чтобы в первую очередь наказывались твои родственники. Некоторые из них даже не лишаются своих должностей. Вот в чем проблема. Мы не против милосердия, мы как раз таки за него. Мы приветствуем милосердие. Просто оно должно быть в отношении, если оно работает в отношении одного, оно должно работать в отношении другого. А если же работает суровость в отношении одного, значит и в отношении другого она должна работать. И прежде всего это должно работать в отношении своих родственников. Ни в коем случае нельзя своих родственников миловать, а не родственников казнить. Это является несправедливостью. Помимо милосердия должна быть еще и справедливость. А знаете ли вы, что Кадыров поменял работу, так скажем? Он теперь нашел себя в другой сфере. Кадыров теперь у нас стал вайнером. Я обрадовался этой новости. Я надеюсь, что Кадыров теперь на этом не остановится. Он уйдет целиком и полностью в эту тему вайнов. Угнетение народа он все-таки оставит. На этой неделе Кадыров снялся в двух вайнах с известными блогерами, вайнерами и не только вайнеры. Я, честно говоря, не совсем знаю, чем именно они там занимаются, но они снимают какой-то развлекательный контент. И вот Кадыров, значит, снялся. Я видел два вайна, возможно, еще есть. И я хочу продемонстрировать вам один из этих вайнов. Давайте уделим этому время. Где-то минута, по-моему. Давайте посмотрим, заценим и порадуемся за новое увлечение Рамзана Кадырова. Меня гаичники в то время останавливают и говорят документы, документы. А я им говорю, вы же номера. Я извиняюсь, что жена звонит. Ты где? Да, сладкая. Почему ты не сказал, что задерживаешься? Алло. Я не совсем так. Кто может быть возьмем меня? Да я не знаю. Я что, для тебя пустое метро? Я беззвони. И вот они... Блин, опять жена звонит. Возьми жена, себя, это ты говоришь. Ну что, извините. Да. Дай мне вообще я отвечу. Ты что сбрасываешь? Сюридихил дом. И ссоочко очла вон, цаворон, и чо хо ешь вудакатину, самогатия. Хорошо, я вас поняла. Все хорошо. Хотя я до этого не понимала, чеченский. Любимый, как будешь, так будешь. Занимайся телами, не отвлекайся на мои дурацкие звонки. Да, хорошо. Спасибо, Рамзан Ахмадович. Как вы это сделали? Ну, главное дом. Правильно относиться к себе, жене дом. И все дом. Я понял. Пойду вон, чеченский. Как вам такой поворот, а? Не, ну неплохо. Зацените, искренне зацените. Неплохо, да? В принципе, играет, значит, Кадырова неплохо. В общем, я вот что тут подумал. Это увлечение Кадырова мне нравится. И я даже обещаю ему, если он целиком и полностью уйдет в войны, я не пойду за ним в войны и не буду там его критиковать и снимать там на него какие-то диссы, войны, как-то критикующие его снимать не буду. Я оставлю его в покое. И я не знаю, что я оставлю его в покое. И я не знаю, что я оставлю его в покое. Пожалуйста, Кадыров, уйди туда полностью с головой. Войди в эти войны, снимайся с этими известными блогерами. Поучаствуй на шоу у этого Амирана Сардарова. И забери с собой вот этих всех своих отморозков, типа Даудова, Делимханова и прочих. И обязательно не забудь этого Джамбулата Умарова с собой забрать. Он вообще будет у вас очень хорошо смотреться в этой войновской теме. И в этой стезе войновской я искренне желаю вам всем удачи. Все. Субтитры создавал DimaTorzok